Уважаемые коллеги, я рада, что эта секция у нас состоялась. Она состоялась в первый раз. Я надеюсь, что вы сейчас скажете свои какие-то вопросы, замечания. Сейчас мы, вот такая была идея, поступила в оргкомитет провести панельную дискуссию. Панельная дискуссия это когда заранее обговаривается основной костяк подокладчиков, которые что-то по определенному плану говорят публике. То есть это для того, чтобы, ну например, так как наша общая секция, она направлена на соединение между наукой и производством. Производство здесь очень важно. И это вот соединение, собственно говоря, науки, фундаментальной науки и производственной части, технологической части, очень важно. Поэтому наука, например, там она, допустим, готова отвечать на вопросы, но вопросы должно поставить нам производство или поставить технологии. Но в первую очередь, так как это очень серьезная и сложная тематика, вообще захороняем для каких-то отходов, первое я хотела бы дать слово от общественности, но ее нет. А я, вот, вы спрятались, да, имени Михаила Яковлева, я хотела сказать, собственно, то есть вот открыть, так скажем, дискуссию, да, и сказать взгляд извне, да, что общественность думает по поводу того, чем мы тут занимаемся. Ну, я хочу, спасибо большое за такое, за то, что приглашение на такое интересное и важное мероприятие, конечно. И я, как, вращаясь ко всем участникам этого замечательной школы, школы, ширины и глинистых материалов, я как члена общественного совета, у нас тоже как раз обсуждается вопрос о сохранении обращения с отходами. И я очень рада, что проходит такая интересная работа, и, наверное, с радостью и таким глубоким, наверное, восхищением смотрю на эти фундаментальные, на соединение как раз аспектов, важных аспектов современной науки, от фундаментальных знаний до научно-практических результатов, обмен лучшими практиками, которые здесь участники рассказывают, это крайне важно. И я считаю, что такой, наверное, ответственный подход выработает, наверное, правильный, наверное, такой, наверное, не только высокоответственный, но и научный подход выработает правильный подход к обоснованию всех критериев долгосрочного экологического сохранения радиоактивных отходов. Я хочу еще важно добавить, что, наверное, крайне важно продолжение диалога со всеми заинтересованными сторонами, и государством, и эксплуатирующими организациями, потребителями, и, конечно, общественностью для того, чтобы выработать, естественно, на всех стадиях выбора глинистых материалов для барьерных захоронений радиоактивных отходов. И еще, наверное, хочу сказать, я еще здесь выступаю как руководитель портала «Атомная энергия 2.0», и я очень надеюсь, что ваша интересная работа этой школы будет освещена на этом портале. Ну, еще раз хочу поблагодарить всех участников за такой интересный подход, и это ученые, и ученые, и когда я сегодня служу, извините, это мой комментарий, я вижу, что я ничего не понимаю, но я отношусь к вам в большем уважении, потому что это крайне важно, что российская наука развивает такие важные аспекты в области захоронения барьерных, барьеров к радиоактивному, к захоронению радиоактивных отходов. Это очень важно, спасибо вам большое. Надеюсь, мы продолжим этот диалог уже на других, более общественных площадках, которые крайне важны для всей нашей страны. Спасибо. Спасибо большое. И я дальше хотела бы дать слово продолжить представителям от проектной организации. Кто от вас скажет? Да, Дмитрий. Дмитрий. Компания «Леру». Спасибо. Хотел бы поблагодарить еще раз организаторов и участников. Очень интересное сегодня было в сердце. Еще раз извиниться за свой охлепший голос. И хотел сказать, что мы как проектная организация сейчас находимся в таком состоянии неопределенности, потому что сегодня говорилось неоднократно о том, что захоронение отходов в первую очередь опирается на мультибарьерный принцип безопасности. Соответственно, есть система барьеров, и каждый барьер – это элемент системы. И очень важно понимать взаимовлияние этих барьеров. Но на сегодняшний день у нас по ряду барьеров четкого понимания. Например, для отходов первого-второго класса на сегодняшний день нет контейнеров. То есть это весьма важный барьер, но конструкция контейнеров неизвестна. Неопределенность номер раз. Второе. У нас есть достаточно противоречивые данные по поводу матрицы, собственно, первого барьера. Во-первых, накоплены за годы развития атомной промышленности достаточно богатый ассортимент этих барьеров. От битума до стекла, цемента и так далее. То есть у нас есть достаточно широкий спектр неопределенностей, и это мешает нам выбрать какую-то четкую концепцию. Но в таком случае нужно иногда брать на себя ответственность, постулировать какие-то вещи, как в свое время хотели отправить луноход на Луну. И если я не ошибаюсь, господин Королев принял такое решение. Принять грунт на Луне твердым, пензообразным. Потому что если бы он это не постулировал, дискуссии длились бы еще не один год, а какую конструкцию лунохода принять. Поэтому для нас, для проектировщиков, важно было бы запостулировать, как минимум, то, что питание этого глины – это важный, нужный барьер, который будет применен для пунктов захоронения и отходов первого, второго класса, и отходов третьего, четвертого класса. И если, может быть, у нас выделится такая группа, как очень низкоактивные отходы, и для этой группы отходов в том числе. Ну и, соответственно, для проектировщиков, опять-таки, очень важно чувствовать, что усилия, они консолидированы, и управление нашей деятельности, оно охватывает и науку, и производственников, и проектировщиков. Спасибо большое. Спасибо большое. Вообще вопросы, которые затрагивает, затрагивает проектировщиков, действительно, очень важно, потому что до сих пор по многим вопросам нашей концепции, как мы уже говорили за руину «Яму» и «Канал», но до сих пор еще не знаем до конца, в чем мы будем затрагивать. Система барьеров еще не завершена. Я бы хотела следующим продолжить, то есть наукой мы начали, наукой мы завершим. В середине я хотела бы дать слово вот компании, производящие, собственно говоря, на нашем рынке более крупный бентонит, и с тем, что, ну то есть на следующий момент это много очень вызовов. Например, то есть мы должны работать гораздо быстрее, чем наши европейские коллеги, которые могли себе позволить проводить эксперимент в 30 лет, медленно к нему готовиться, медленно проводить эксперимент, все это делать не спеша, мы вынуждены это делать все одновременно. И в настоящий момент есть много вызовов, которые должны решаться вместе с производственными компаниями, такими, например, как среднемасштабные эксперименты. И вот на этом ноте я хотела передать слово кому-то из компаний «Бентонички». Да, Ольга Ирина. Да, спасибо большое за возможность тоже сказать как раз на тему вызовов и неопределенностей, которые уже были озвучены, и мы все находимся в этом состоянии. Мы как производитель лентонитовой глины и владелец месторождений все время подчеркиваем в своих презентациях о том, какие объемы у нас есть, какие у нас есть запасы, что позволяет нашей производственной мощности. И тот факт, что они перекрывают потребностательную отрасль его много раз, и мы в любой момент готовы выдать тот объем бинтонита, такого продукта, который вам потребуется. Вы только скажите, какой вам потребуется. Но это пока неизвестно, и мы в естественном сотрудничестве со всеми участниками пытаемся форсировать этот процесс проведения исследований, чтобы каждое исследование не только порождало новое исследование, а наконец принять вот такое принципиальное решение, в какой-то момент остановиться и сказать, что вот этих требований достаточны. И тогда сразу будет готов продукт, то есть если нужен компактированный бинтонит, компактированный той формы, которой требуются, билеты и прочие размеры, которые только нужны, этот бинтонит есть. И еще один момент, который я хотела отметить, что сегодня это звучало от нашего коллеги из Швеции, о том, что одним из факторов, наряду с содержанием, он говорил, о них, какими качественными способностями, привыкали к этой нигде, является его цена. И это то, что уже на стадии исследований сейчас, в этом надо помнить, что есть месторождения, которые промышленно разрабатываются, которые логистически доступны по доставке тех объемов, которые потребуются. Но при этом при исследовании все равно встречаются некоторые образцы тех месторождений, которых не ведется разработка, или, например, заканчивается лицензия, или они находятся далеко не доступны в других странах, чтобы тоже так практика с теорией сходилась как можно чаще, и мы так встречались, чтобы обсудить эти проблемы, поставить их, ну и двигаться постепенно, такой стейдж-гейт, да, на определенных стадиях договориться о том, что вот это будет так, менять это решение и двигаться дальше, например, в такой последовательности. Спасибо. И так получилось, ввиду нашей особенностей национальных, основные компании, институты, которые работают, ну, занимаясь исследованием именно захоронения радиоактивных отходов, они располагаются в Москве. Ввиду наших особенностей национальных, у нас очень много располагается в Москве. И здесь есть представители крупных групп, в которых ведутся очень крупные масштабные исследования. Мы здесь послушали, что, слушали на докладах, что исследования, они разонаправлены, и, как безусловно, важно на данном этапе, так как мы приближаемся к очень серьезному, важному проекту исследований в ПИЛ, комбинировать наши исследования, взаимодействовать друг с другом, как-то работать, проводить совместные исследования. И я бы хотела дать слово для короткого выступления представителям МХФ. Василий Малентинович, скажите несколько слов? Ну я, в принципе, тоже... Расскажите. Переволючий, неожиданно. У меня был достаточно длинный доклад, и я свои основные темы высказал. Повторять их как-то особого смысла я не вижу. Я, в общем, думаю, что надо все-таки больше понимать, больше укреплять внимание, понимание свойств, их причинам. То есть, в научном здании вопрос, потому что... А выбор материалов, вот, придет. Когда мы поймем, что за что отвечает, они легко будут подобрать материал. Я бы... Конечно, этот путь более длинный, и вся производство может быть менее приемлемой. Это хорошо, я это знаю, и вот в своем выступлении говорил о том, что производство уже давно бежит впереди науки, и очень часто научник этот путь пытается найти. В принципе, интуитивный подход, он тоже имеет право на жизнь. Я-то, в общем-то, так же, как бессмертный Куваев, считаю, что интуиция такой же и этот познание, только, к сожалению, ее выводы можно проверить только стандартными методами. Вот, поэтому надо, наверное, объединять и то, и другое. Но если мы пойдем, начнем отталкиваться от конкретных материалов, то тут мы можем как раз попасть в тупик, и с точки зрения, вообще вот, построения научных исследований, и с точки зрения экономической. И я предлагаю, что тупик себя не загонять, давайте все-таки... Все-таки мы больше ученые, наверное, чем в практике, и наша задача найти взвешенное, даже не столько решение, сколько дать для людей, которые будут это решение принимать, дать объективную информацию. Спасибо. Спасибо большое. И, наверное, в завершении нашей сейчас панельной дискуссии я хотела бы дать слово представителю Ибра Иран. Это институт, который в настоящий момент является нашим руководителем исследований по строительству, сотрудничеству, работе и развитию статейно-сельской лаборатории. Может быть, может быть, так. И бы хотел бы благодарить организаторов за замечательную организацию всего события, а также всех выступавших за прекрасный доклад. Также мы бы хотели предложить все усилия, чтобы все выступающие, все работы, все исследования, которые ведутся, идут коллективами, всеми коллективами, легли в основу нашего ключевого проекта подземного захоронения в Межреканском массиве, чтобы он был действительно безопасный и соответствовал всем критериям для сооружения такого типа. Призываю к открытости, к открытости информации и к общению. Спасибо. Спасибо, уважаемые коллеги. На этом мы будем считать нашу сессию, что она все-таки у нас состоялась. И перейдем тут же плавно к закрытию, собственно, мероприятия, чтобы уже не делать паузы. Итак, у нас немножко, вначале немножко статистики. Сейчас я подгляжу. Итак, в настоящий момент, в настоящий момент на совместном на школе и на совещании, как вы знаете, у нас была школа и совещание, нас приняло участие 147 человек, мощных участников. И, наверное, за все время проведения мероприятия, это с 2010 года, то есть 2009 года, это, наверное, пожалуй, самая большая цифра. У нас почти не было сбоя в программе, то есть почти, только было буквально только два сбоя людей, которые внезапно заварили и вынуждены были отменить свои выступления. У нас были участники из 34 городов, включая, ну, естественно, включая наших зарубежных докладчиков, ну и самых дальних, если, это, наверное, Владивосток, Хабаровск, Петеринбург, Иркутск, Казань-Миас, Мирный, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Севтельках, Сургут, Томск, Тюмень, Гуфах, Антимансийск, то есть очень большой географический охват. Сейчас, у нас подготовлено, пока мне, да, стоит презентация. Поэтому мы очень благодарны всем нашим докладчикам, всем нашим спинарным лекторам, которые позволили сделать это мероприятие действительно научно значимым. И у нас есть неврученных два благодарственных письма вместе с подарком. Это, конечно же, Андрея Геннадьевичу Калиничеву. Наше благодарственное письмо. И вот такая вот чудесная кружка, которая не куплена в магазине, а сделана с любовью. Вот здесь вот этот логотип нашей российской группы по глининскому манералу. Из российской глины. В России с любовью. Спасибо. 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 Значит, вот я как раз хотел бы уступить в дискуссии, но поскольку она быстро закрылась, я скажу пару слов сейчас. Мы будем сейчас продолжить. Да. Значит, вот как раз в ответ на ваше замечание о том, что на Западе это уже 30 лет развивается, и долгие эксперименты идут, а в России нужно все это догнать очень быстро. И вот, опять же, комментарий представителя Ибрау, что нужно начать. Которая вызывает открытость. Так вот, есть важный ресурс, который можно использовать для этого. Это международное сотрудничество. Я в данном случае выступаю как президент на Клавиралл-соцайт. И хочу напомнить, что в июне в НАЦИ будет международная конференция по БАИРу. Прямо реально вот по этой тематике. Да? По БАИРу. Потом через неделю после этого будет ежегодный митинг к Клавиралл-соцайт, который будет в Ричненде на базе ПНРЛ, где, если вы все знаете, кто занимается отходами, там вот Хэнфорд-соцайт, туда будет прямо экскурсия. То есть там реально, наверняка, будут тоже, так сказать, сессии, посвященные сохранению и всему, что связано с длинными, аксорпцией и тому подобные вещи. Надо в этом активно участвовать, потому что секрета там нету, и надо просто этим делиться. И еще у нас подготовленный письмо от подарок Татьяне Алексеевне Соколовой, но так как она не смогла пройти, то мы передадим вам. Спасибо. У нас была постерная сессия. Поготовка. У нас была постерная сессия, и я считаю, что постерная сессия это не менее важная составляющая конференции, чем стендовая сессия, чем вкусные доклады. И чтобы стимулировать особенно молодежь для представления, яркого представления своих стендовых докладов, у нас был конкурс по этим, собственно, стендовым докладам. И в результате проведения конкурса мы выбрали несколько человек, которым мы вручаем дипломы и небольшую денежную премию от оргиметеза. И первым вручаем Жакова Виктория Олеговна. Прошу учесть, что оргкомитет решил, что это будут именно не студенты или аспиранты, а это будет молодежная сессия. Не важно, являетесь ли вы официально студентом или аспирантом. Из Осимова Юлия Геннадьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот туда, посмотрите. Так, А, Нестерова Дмитрия Сергеевича. АПЛОДИСМЕНТЫ И Попова Надежда Михайловна. В общем, руководитель радостно передаст. Главное, передайте конверт. И еще у нас подарок подготовлен, ну, в смысле, диплом с небольшой премией Житовой Елене Сергеевне с докладом по адреситу. Действительно, хорошие устные. И теперь это устные доклады. Кроме того, мы решили оценить эти устные доклады. И у нас здесь два языковорчных призера. Это Житова Елена Сергеевна, которая в данный момент отсутствует, потому что она вообще-то живет между Камчаткой и Санкт-Петербургом. И мы ей все передадим. И, по-моему, второго тоже нет. Руслин Максим Андреевич. Ну, с докладом по глобкамет. Ну, в общем, им республик. АПЛОДИСМЕНТЫ После того, как я сейчас наконец-таки закончу все официальные слова, я надеюсь, что вы скажете в ответ что-то урокомитету. Лучше хорошее, конечно. Но критику мы тоже выслушаем. Ну, и так, немножко нашей статистики за те десять лет, которые и ГЕМРАН организовывает конференцию по глиновым глинистым минералам. В целом российская группа по глиновым глинистым минералам была организована в 1994 году на международном совещании, я забыла, по-моему, в Кракове. Это был уже на рынок конференции. С тех пор, ну, в 90-е годы были достаточно тяжелые. Долго поддерживала, вела российскую группу по глинистым глиновым глинистым минералам, Татьяна Алексеевна из Пущина. И благодаря, собственно, ее усилиям и стараниям, вот, как бы, группа стала постихоньку подниматься в 90-е годах. Первая конференция по министераминералам была, насколько я помню, в 2004 году в Воронеже, в 2006 году была в Пущино, и вот следующая была в 2009 году в Звенигороде, тогда появилось новое название «Claid Mineros and Laury Materials». Вслед за некоторыми русскими обществами мы решили расширить нашу тематику до именно слоистых материалов. Это было предложение Сергея Гривовичева, и, собственно, они составляли основную часть этой группы, плюс с такими докладчиками, как Халатон, который приезжал тогда, вот Андрей Галиничев, Андрей Геннадьевич был с нами в 2009 году. Ну и, соответственно, целый ряд российских конференций. Международную конференцию мы повторили еще в 2013 году в Санкт-Петербурге. Нам повезло с погодой, все было чудесно, прекрасно. Действительно, международное мероприятие примерно 50 на 50 российских зарубежных участников. В 2017 году мы не осилили организацию, пытались перевести конференцию в другой город, но, в общем, в Архангельске мы пробовали перевести, пробовали мы перевести в Казань, пробовали перевести в Краснодар, но вот ничего у нас не сложилось с местными сообществами. А в 2016 году мы получили наш первый РНФ, и в 2017 году мы не видели в себе совершенно сил на полноценную организацию международной конференции. Ну и так, в 2021 году что-то будет, в следующем году все-таки мы возьмем небольшой перерыв и позанимаемся наукой. Больше сеть нету, все-таки организационные дела увлекают много времени. И, собственно, вот то, о чем я сейчас хотела бы сказать отдельно. Вот здесь вот помечено 2023 год, Евроклей, который пройдет в Москве, о чем я сейчас еще отдельно скажу. Но перед тем, как я об этом скажу, что бы я еще хотела напомнить, что в этом году, в 2020 году, собственно, очень скоро нас ждет Рейнетскап, это конкурс по количественным нейральному анализу, который обычно объявляют в феврале, если я правильно помню. Февраль? Да, его обычно объявляют в феврале, и в конкурс приходят образцы, наверное, примерно в марте, в марте, и дают два месяца на это, но будет объявление, объявление, скорее всего, будет в конце года, я разошлю, и продолжу, ну, то есть, что вы будете знать. Ну, это, в принципе, анонимное участие, хотя, конечно, с некоторыми участниками, которые участвовали в прошлых годах, мы были в контакте, пытались помочь друг другу, и насколько это получилось, я не знаю. Но, тем не менее, в последний раз, то есть, когда мы участвовали еще с Татьяной Алексеевой в этом конкурсе, в 2012 году, у нас, по-моему, была от России только одна группа, туда участвовали вместе. В 2016 году у нас, по-моему, было уже группы 2-3, а вот в 2018 году, как мне говорили организаторы, по-моему, 5 групп, если 7 групп от России, и, конечно, это хорошо, и даже здесь, конечно, важно получить хороший результат, но в данном случае важно вообще участие, потому что это шикарный экспириенс, это возможность проверить себя и как-то вообще двинуться вперед. Это фотография после завершения нашей школы, постерная сессия, несколько фотографий еще подготовили слайд-шоу, и запустим после завершения уже дискуссии, и я бы хотела вам еще... Ну и теперь немножко о том знаменательном событии, которое нас ждет в 2023 году, но я надеюсь, здесь ничего не случится, потому что, в принципе, место проведения хоть и выбранной даты выбранной, но мало ли, так скажем, например, когда уже даже было выбрано проведение конференции, международной конференции в Стамбуле, то все-таки комитет еще все-таки сомневался, и вот, в общем-то, решили только в этом году. Ну и так, я вам хочу показать короткую презентацию, которые я представляла на международной конференции по глиновым глиниевым минералам, Евроклей, с информацией о городе, который, то есть, как место проведения, победили мы итальянцы, кстати, то есть это смысл не то, что нас выбрали и все, это был прям конкурс. Надо заметить, что это... Ну так, пока сейчас настроят ролик. Да, что же было плюсом того, что мы показывали? В этот раз, готовя представление нашей будущей конференции, мы не обращались к профессиональным дизайнерам и фотосъемщикам, но решили сделать это молодежной группой. Вот, собственно, Михаил представитель, благодаря которому он был, в общем-то, снят и сделан роль, потому что нам очень хотелось внести больше личностного в это представление, ну потому что, как бы, россиян, наверное, все-таки рассматривается как империя зла, и нам хотелось показать другую сторону. Уже почти все? Слышно, нет? Слышно, что ли? Ну, видимо, нам сейчас помогут, а я тогда покажу дальше. Да, тогда ролик действительно прекрасный, поэтому мне очень хочется, чтобы вы его все увидели, но пока я покажу основные официальные вещи. Ну и так, да, и так, в качестве города, который, я надеюсь, примет Евроклей в 2023 году, была принята Москва, я действительно очень этим горжусь, потому что я считаю, что это, ну, уникальный вообще такой шанс и возможность вообще для страны. И, то есть, если честно, я мечтала уже об этом какое-то время, но мне казалось, что там все-все невозможно, мечтать об этом бессмысленно, поэтому даже не озвучивала. И когда мне написали из представительства IP, да, с предложением, что нельзя перейти, из European Local Group Association, и предложили поучаствовать в конкурсе, что вот как раз особенно в это время, такой вот, может быть, отчасти сложенной экономически и политически, что может быть Москва, ну, Россия может принять Евроклей. Ну и так, предупредительная программа, даты уже известны, это 7 по 14 июля, они были зафиксированы такие же, как, ну, совсем близкие к тому, что было на Евроке, да и сейчас в Париже, соответственно, научные сессии, экскурсии. Два места проведения на данный момент. Первое – это Московский государственный университет, который примет рабочее совещание, которое, я надеюсь, будут перед началом конференции. Вот такой, ну, многие знают, да, то есть предполагается проведение в ротонде. Вот такой вид вас ожидает сверху, да? Я только представлю. Основным местом проведения пока предполагается здание Академии наук, оно достаточно расположено. Сереж, я вам с вами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Европей, 2023 Москва Субтитры создавал DimaTorzok 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 Für's трифлей In returned to Germany LGRIC Действительно, когда я показывала этот ролик, то в зале, особенно при виде наших масштабов, степей, публика так прямо, знаете, волной говорила «Ах!», и уже записывались на поездку. Мы планируем еще дополнительно, конечно, геологические экскурсии, не только геологические, инженерно-геологические экскурсии по метро. Ну, вот наш зал, там многие знают, проживание, то есть ужин, товарищеский ужин будет на катере, экскурсия по метро ночью, чтобы можно было посмотреть, фотографировать без людей, и заодно с таким, именно с геологическим уклоном, с декорацией, то есть, конечно, это очень красиво. Ну, и геологические экскурсии сами по себе, они еще в процессе. Ну, также хочу сразу сказать, что регистрационный взнос будет уменьшен, это чисто с европейских традиций, и, конечно же, будут специальные гранты для российских участников. Это безусловно. Я не могу написать, да, что, извините, русские мы тут будем уменьшены 10 раз, поэтому все-таки это будет какая-то конкурсная основа, и специальные гранты именно для российских участников, и особенность для молодых российских участников. Ну, это в настоящий момент, кто уже готов поддержать, если вы готовы, то очень welcome. Ну, и на этом, наверное, то, что я хотела сказать официально, наверное, практически все. Мне говорили, что, наверное, было бы... То есть мы обычно не готовили, как бы, по закрытию какой-то вот результаты работы мероприятия, но сейчас появилась необходимость сделать такой вот, как бы, протокол по завершению мероприятия. Наверное, мы его обсудим с теми, кто предлагал, и он будет разослан, если вы захотите принять участие, что-то сказать в нем, да? Ну, а если вы хотите сказать именно сейчас, то я бы с удовольствием хотела бы выслушать. Есть и желающие. Да. Я очень надеюсь. Вау! Да, я в данном случае... Ну, он выступает не как тема, кто-нибудь это, а один из участников и слушателей. И я думаю, что все присоединятся ко мне, поблагодарить Викторию Валерьевну за такую совершенно феноменальную организационную работу, которую она проделала до и во время, и после еще там, в течение многих лет... Спасибо большое! Ну, тогда, видимо, мы завершаем. Может быть, все-таки кто-то еще скажет. Борисовна, или вот там вот... Да. Да, Микрофон. Микрофон. Ну, в основном молодежь, и даже уже во время разговора пришли мы к мнению, что нужно объединяться. То есть, не сидеть каждый в своем месте, и что-то там потихонечку, что-то там делать. А нужно нам работать вместе, и тогда каждый кому-то может подсказать, посмотреть с другой стороны. Может быть, посмотреть как-то, знаете, когда говорится вещь на нее, так смотришь, это квадрат, и так повернул, да, уже нет. Поэтому давайте дружить. И тогда наши результаты будут более обширные, более крутые, потому что когда, например, статью пишут и химик, и физик, и лирик даже, я бы сказал, и радиохимик, и геолог, и геохимик, да, тогда это люди разные, разные направленные, специалисты в разных областях, и тогда картина получается более полная, более крутая. Ну, очень бы хотелось. Спасибо. Я хотела бы еще тогда, если вы сами не выходите, еще немножко дать слово. Например, я хотела бы сказать Владимиру Шалдынину по поводу того, что мы обсуждали, что мы хотели бы внести в проект решение по школе. По крайней мере. Виктория всегда так неожиданно бывает. Но, тем не менее, я, наверное, один из тех, кто представляет нефтяников, а нефтяники – это немножко особые люди. То есть у них, в общем-то, и деньги есть, и прикоры есть, и что-то мы делаем, да. А вот когда мы приезжаем сюда и представляем материалы, мы видим, что мы прямо отстаем. То есть я бы не называл это каким-то таким плохим качеством. Конечно, университетская наука и академическая наука нам дают стоочку вперед. Я бы, ну, мы с Викторией немножко пересекались, и, наверное, нам, может, надо стоит подумать, провести вот как бы нефтяную школу, знаете, такой филиал вот этой школы. Потому что сейчас понятно, что Россия такая нефтяная газовая страна, все компании где-то зажались в своих углах и стараются даже ничего не общаться и не говорить. Это можно было бы провести в Томске, у нас есть и место, есть и оборудование, есть и какие-то, есть же вещи, которые вообще в России нету по поводу подготовки. Ну и все это готово. Ну, я боюсь, что Роснефть не представляет эту компанию и согласится, допустим, конкурентам. Это может быть логично сделать. На нейтральной территории. На нейтральной территории. Вот, и, конечно, второе предложение, это вот в тех потоках, в которых мы работаем, то есть, вот, представьте, допустим, вот, есть скважина, там, 40 метров, да, приходит заказчиком, так, через 5 сантиметров выбирает какие-то цилиндрические образцы. Начинаешь им говорить, зачем тебе вот так, зачем тебе вот так, зачем тебе вот так, то есть, вот, сделал, так, не знаю, там, несколько сотен образцов, сделать надо в 10 раз меньше, и результат будет такой же. Ну, вот, ему вот так надо, то есть, люди, которые часто миллионами кидаются. Вот, такая ситуация, да, и то же самое касается XRD, то есть, когда делаем огромное количество пробок, понимаешь, что ты сделал 50-50 образцов, ну, принципиально там ничего не изменилось, то есть, примерно одно и то же. Вот, может быть, стоило сделать поменьше, но очень так детально, по европейской хорошей цене, там, за 400-500 евро, сделать очень красивые, красивые исследования, которые, вот, ну, как бы, говорят, лучше меньше, да, лучше, да, как-то так. А этому, конечно, проблем много, но вот, я бы предложил вот эти два момента еще, если я суммирую, то есть, это вот приведение специальной школы для нефтяников, и, может быть, все-таки, ну, отразить в этом протоколе, что, ну, не будем называть это плохим качеством, надо как-то, вот, в более мягких формулировках совершенствования и там, прочее, прочее, хотя, конечно, это, словами это сложно нефтяникам доказать, да, надо доказывать, да, надо доказывать, ну, какими-то хорошими работами, публикациями, которые можно было бы представлять, и, да, можно демонстрировать, что вот конкретные данные, которые выполнены, они решают вот конкретную геологическую задачу, и тогда просто этот тренд поменяется, в силу, ну, мы не будем себя чувствовать, здесь, как бы, на задних лидах, вот, на этой школе, спасибо. Да. Спасибо большое. Спасибо. Университета пару слов. Всегда занято. Уважаемые коллеги, я во-первых, вас всем поздравляю, что вам пришлось в очередной раз поучаствовать в таком грандиозном мероприятии, ну, университета представлены в одном факультете, вот, и работаю уже несколько, несколько, 10 лет уже в октябре, мы как-то, так или иначе, мы все потихонечку объединяемся, и с химическим факультетом, и с геологическим факультетом, и, да, как же, как-то, как-то, и географическим факультетом, вот, поэтому я, в целом, надежно, вот, это предложение объединяться, и думаю, что у нас дальше это все будет получаться, а наши профессиональные и научные уровни будут повышаться. Спасибо еще раз, Виктория Валерьевна, и вообще за всю эту организацию и возможность совместной работе с вами. Спасибо. Спасибо большое. Я, наверное, больше не буду издеваться над вами и вытаскивать все-таки. Может быть, если все-таки кто-то еще хочет сказать о ВВС, я про вас помню. Дорогие коллеги, я, пожалуй, повторю то, что я уже говорила несколько лет назад на банкете. И я говорила о том, что, в общем, непростые у нас времена, к сожалению. И то, что, вот, Виктория Валерьевна упоминала про политические, экономические трудности, и какие сомнения, которые могут возникать по поводу организации, вот, это, конечно, невероятное достижение, это отдельно, это было по-другому радости. Вот, но то, что есть вокруг этого, ну, понятно, какие сложности, это не на пустом месте, и когда я несколько лет назад говорила об этом, я почему-то думала, что будет лучше, а лучше не становится, и всем понятно, какое отношение к Академии наук у нас. И вот в этих условиях, когда становится, ну, точно не лучше, и вообще непонятно, что происходит иногда, и в том числе и в отношении к науке, к фундаментальному образованию, вот это, ваше внимание, к фундаментальному исследованию, тоже хотелось очень оценить. Но я, Дмитрий, еще секунду, через секунду скажу об этом отдельно. Но самое важное, конечно, это то, что вот в этих, ну, очень непростых условиях у нас происходят вещи, которые действительно нас объединяют, и дают им какую-то надежду. Когда я смотрю на Викторию Валерьевну, я думаю, что в российской науке, может быть, есть будущее. Когда я на нее не смотрю, у меня этого впечатления, к сожалению, нет. А вот как посмотрю на Викторию Валерьевну, сразу мне в этом смысле делается немножко легче на душе. Поэтому хочется вам пожелать продолжать в том же духе, и пожелать вам не только сил и, как сказать, успеха, но и удачи. И пожелать вам избежать всего того, что как бы вот не удается часто избежать людям, которые занимаются от всей души на ощупь. То есть ваш идеализм основан на каких-то практических вещах. Вот может быть за счет этого, в этом в том числе, может быть, это колен вашу. У вас сочетается очень большая практичность, невероятный организационный талант и романтические какие-то вот эти вещи, которые мало у кого в наше время остались. Ну а по поводу фундаментальной науки я хотела сказать, что, ну вот, глядя на ту программу, которая была во Франции, по слухам, да, я видела ту программу на сайте, слышала разные рассказы, и вообще общая тентенция в нашей клинической науке. Во всем мире, к сожалению, есть, по-моему, ну, мне кажется, колоссальные прикосы дурных прикладных аспектов, и, в общем-то, значительные степени понедлежения к аспектам фундаментально-теоретическим. И замечательно, что на этом совещании были такие фундаментальные доклады и на стендовой сессии, и вот Андрей, наверное, ставил фантастические совершенно результаты. И вообще вот это внимание к фундаментальным аспектам науке, когда это совсем перестает пользоваться популярностью, не только в России, но и в мире, но и на огромное, огромное достижение, плюс, так что вот, успехов, и чтобы дальше только вверх и вперед. Спасибо большое. Мне очень нужна поддержка всех собравшихся, и не только всех собравшихся, потому что мне очень сильно, то есть важно, чтобы, ну, это было нужно. Вот пока я вижу, что это нужно, то я считаю, что да, это достойно того, чтобы это происходило. И еще у нас есть желающий выступить. Добрый день, Минокуров, я Ахи. Я пришел специально на эту секцию, но уж извините, не удержался, пришел сказать свои два слова. Честно говоря, я был удивлен, когда пришел, вот, да, с темношим опозданием, что здесь такое количество народов в Пятнице на секцию. Если бы я вышел, вот, во время, несколько минут назад, вот, когда я говорила Екатерина Александровна Тюпина, я бы, наверное, сказал то же самое, но, так как она уже сказала, я бы, скажу, другое. Хочу сказать другое, вот в чем. Чтобы призывы объединяться и делать все вместе не остались каким-то прекраснодушием и сентиментальностью, потому что за ними теряется, словно, конкуренция. Если не будет конкуренции, то и движения вперед тоже не будет. Поэтому здесь тоже нужно призывать, не диаметрально противоположное, разъединяйтесь там, объединяйтесь и обсуждайте вместе на таких дискуссиях и конференциях. Ну, значит, что касается группы, она, тут даже желательно не надо, я имею в виду группу по глинским материалам, потому что она хорошеет, мы ее видим на кеме председателя, образцы. Всем успехов и группе не терять, просто я не понимаю, откуда я не беру другую энергию, устраивать подобные мероприятия на 250 тысяч, чтобы участники. Спасибо. Спасибо большое. Теперь мы перейдем к стадии банкета. Я хотела бы сюда попросить наш оргкомитет, чьими руками, бессонными ночами, потрепанным с дороги. Это было, собственно, и осуществлено. Сейчас мы позовем тех, кто у нас за дверью. И если вдруг вы их не все знаете, или даже знаете, я хотела бы еще раз их представить, потому что это наша... Во-первых, это группа ЕГЕМА. Мне очень приятно, что это у нас такая молодая, инициативная группа. Сергей Закусин. Да. И, кстати, недостойный аплодисмента. Да. Петр Белорусов. Ольга Доржива. Александра Морозова. Подождемся. А, да. Ну, сейчас, пока они ничего забудут, я еще представлю наших волонтеров, которые нам помогают все это время с фото и видео. Это Никита Чеплевин. Винс. Это коллеги соседнего института. Это Азимса. Михаил, уже забыл фамилию. Леона. Леона. Да. Ну, и еще Иван Морозов. Помогай. Марат Рощин. Ира Гурова. И Татьяна Королева. Королева. И мы вот приготовили слайд-шоу из нескольких фотографий, наиболее, ну, как бы, которых мы, как бы, родственников спели подготовить для слайд-шоу. Я очень вам признательна, что вы с нами были, что вы сделали, то есть вы сделали эту конференцию, на самом деле, эта конференция была для вас. Я надеюсь, что вы вынесете с нее хорошие впечатления и какие-то новые научные знания, новые контакты. Ну, а контакты мы сейчас плавно перейдем завязывать на дружеский фуршет, который для вас приготовлен традиционно уже в белом зале, мы его так называем, там, где проходит у нас кофе-брейк. И спасибо вам большое. И сейчас мероприятие закрыто. Перейдем к неофициальной части.